Зимний уход Обратить внимание, она должна выполнять защитную функцию То есть мы женщины не просто балуемся, когда говорим, что нужно менять Да, да, защищать нашу кожу от такой агрессивной зимней погоды, как у нас зачастую бывает Хоть мы не на юге находимся, но все-таки Но вот уже сегодня и вчера, думаю, все женщины Николаева и области ощутили в полной мере, как это, когда снег бьет на лицо И некоторые были неподготовлены и получили даже маленькое обморожение Да, да, это действительно имеет факт быть, поэтому давайте начнем поближе У нас есть такая небольшая косметичка, которую мы будем сегодня собирать и рассказать, какие же средства нужно выбирать На что обращать внимание, какой должен быть состав и, возможно, какая должна быть консистенция А еще мы поговорим о том, какие же модные тенденции в косметических прелестях, как мы говорим, девчачий рай Что сейчас модно? Итак, Аленочка, что мы выбираем самое первое и кладем в нашу косметичку? Самое первое, самое важное, это как необходимо относиться к своей коже Необходимо зимой, не нужно ее скрабировать, потому что вы снимаете верхний слой дермоса И тем самым больше кожа становится уязвимой Она более уязвима к морозу, к снегу, к дождю Да, таким погодным условием Дальше идет тоник Тоник должен обязательно не содержать спирт И, в принципе, любая косметика зимняя, она не должна содержать спирт, так как он пересушивает вашу кожу Тоничек мы используем утром и вечером после умывания Да, мы тонизируем нашу кожу и готовим к нанесению косметики Стонизировали мы кожу, подготовили к косметике Что наносим? Кладем тоник в косметичку Дальше неотъемлемой частью макияжа является именно крем Каким должен быть зимний крем для лица? Ну, вы знаете, Инночка, что существуют разные типы кожи И вот как раз для девушек жирной кожи зимой им легче Потому что поры сужаются и кожа становится более матовой Для девушек, которые имеют все-таки комбинированный тип кожи и сухую То она становится еще суше Поэтому ее обязательно нужно увлажнять То есть функция нашего кремика, это будет обязательно увлажнить ее Перед нанесением косметики и защитить от внешних факторов То есть создать такую невидимую пленочку, которая будет защищать Хотелось бы сейчас проверить даже на личном опыте Вот такой у нас кремик есть зима-зима Сейчас мы попробуем, капельку берем И создается нам пленочку или создает Да, такая легкая текстура И довольно-таки питательный Также хочу обратить внимание, что крем необходимо наносить Хотя бы за полчаса до выхода на улицу Иначе эффекта не будет Так как он даже может потом нанести вам вред Да, и лишняя влага на коже Она способствует к кристаллизации И наоборот навредить Ну что ж, кремик мы нанесли Я думаю, ручкам моим теперь комфортно Да, и приятно Пойдем в косметичку? Да, обязательно Есть! Что дальше? Дальше. Важное место занимают тонизирующие средства Да, то есть тоники Необходимо зимой наша кожа становится более светлой И необходимо выбирать светлый тон кожи У нас тут несколько есть вариантов Да, что касается тональных кремов Я предпочитаю, чтобы все-таки Они были с таким пудрирующим эффектом Чтобы вы могли совместить два средства в одном И компактную пудру, и тональный крем Я думаю, что женщины оценят такой компактный Да, поэтому берем крема и ложим их в нашу косметичку По поводу еще тональной основы Она должна быть с матирующим эффектом Немножко пудры, пудровый эффект Какой еще она должна быть? Не должна ли она быть немножко жирноватой Для того, чтобы защитить? Или это у нас выполняет? Она должна быть более жирноватой И она должна быть не на водной основе Это очень важно Также вот не зря здесь стоят еще два таких тональных крема Они более плотной текстуры и они водостойкие Они предназначены более для такого праздничного макияжа То есть, чтобы когда вы идете на какое-то мероприятие, событие Вы были уверены на себе на все сто То есть, с помощью такого тонального крема Наш макияж не потечет, не поддастся ни ветру Особенно, если на ветру глазки любят прослезиться И слеза смывает любую тональную основу Это не грозит нам с такими тональными средствами Именно так Да, они есть для такого применения самостоятельного Также многие барышни наши современные используют аэромакияж То есть, это также нанесение водостойкой основы Но с помощью аэрографа Оно идет равномерное распыление мелких частиц Я думаю, это довольно-таки сложно Распылять макияж Или можно научиться Существует специальное средство Конечно, если вы обратитесь к профессиональным визажистам Они вам в этом помогут Итак, выбрали мы стойкую тональную основу В косметичку Что берем следующее? Дальше необходимо наносить Когда вы закончили тонировать вашу кожу Необходимо наносить румяны Поскольку зимой румянец и сам появляется То необходимо это делать очень внимательно и аккуратно Чтобы не было эффекта матрешки Я думаю, что матрешкой не хочет быть никто Да, поэтому для зимы мы все-таки рекомендуем вам Жидкой текстуры румяны и хайлайтеры Чтобы не сушили вашу кожу Я думаю, что все наши телезрители Уже за правил возьмут, что зимняя косметика Должна иметь на себе жирную основу Чтобы защитить свое лицо От каких-то температурных перепадов От холода, от снега, от дождя, от ветра Берем кремовые румяна и кладем в косметичку Что дальше? Дальше по поводу пудры Мы уже поговорили, что мы выбираем Либо кремовую пудру, либо же два в одном Тональные с пудрированным эффектом Итак, берем пудрочку Так, что дальше? Дальше необходимо не забывать о том Что нужно откорректировать нашу кожу Если она является не идеальной То есть необходимо обратить внимание на консилеры и корректоры Поскольку зимой кожа более светлая Все изъяны видно на ней очень сильно В большей степени Поэтому к коже под глазами Необходимо относиться очень аккуратно Если есть возможность Желательно использовать какие-то средства Которые на водных водорослях Морских Они более удерживают влагу Аленочка, а вот корректоры Они разных цветов Есть зеленые, есть оранжевые Есть даже красные, я где-то читала Интересно, как вот эти цветные матрешки Могут помочь нам защитить нашу кожу От каких-то изъянов Как они могут их скрыть? Инночка, это прям отдельная тема для разговора Про цветотипы и колористику Говорить можно очень много И современные барышни очень этим интересуются Возможно, это даже станет нашей отдельной темой для разговора Сегодня я хочу обратить внимание, что все-таки под глазами Мы используем какой-то корректор слоновой кости Или светлый корректор, чтобы скрыть наши Ну, возможно, не идеальные Не идеальные маленькие какие-то Изъянчики Итак, корректоры мы берем Он у меня в палетке Берем целую палетку Да Она нам не помешает Дальше Нанесли мы корректоры, все припудрили Все красиво Тон у нас уже есть Лицо уже красивое Можно приходить к каким-то краскам Дальше, смотрите, актуальные цвета этого сезона Все-таки остаются более темные оттенки Это коричневые Винная цветовая гамма Вот, например, вы сможете увидеть Да Также пользуются популярностью фиолетовые тени К ним идеально подойдут стрелки Коричневого цвета, синего, фиолетового То есть темные тона, фиолетовые Со стрелочками Это будет просто пик сезона Да, поскольку уже лето прошло И яркие тени мы оставим все-таки для летнего периода Вот, на зиму все-таки мы переходим на более темные На приглушенные Да Если захотим, конечно, можем разбавить более какими-то светлыми оттенками Но это будет как Тени Нюанс, да, нюанс и блик Тени мы тоже можем взять в кремовой текстуре Потому что они тоже очень подходят для зимнего макияжа Да, да, все визажисты в один голос говорят, что все-таки необходимо использовать кремовые тени Но плюс их в том, что они более стойкие, да, защищают нас Минус в том, что их надо наносить очень быстро И растушевывать очень быстро и очень аккуратно То есть с ними сложнее немножко работать, поэтому необходимо попрактиковаться То есть нужна практика, какая-то сноровка И с кремом и румяном вы будете просто сногсшибательной У нас есть тоже варианты кремов и румяном И мы их кладем в нашу косметичку Есть Да Дальше стоит поговорить обязательно о туши Какой должна быть тушь зимой? Тушь, ну, наверное, многие знают И это ни для кого не секрет Что все-таки если бы выбирать с двух туши То выберут влагоустойчивую, то есть водостойкую Та, которая не размажется при любой погоде И сохранит ваш свежий внешний вид Алиночка, а вот можно ли использовать водостойкую тушь каждый день? Потому что некоторые представительницы слабого пола боятся, что она утяжеляет реснички Хуже смывается и от этого они стоят более ломкими Ну, это вопрос ухода все-таки На более такую агрессивную погоду, да, там такие сложные погодные условия На холод, там вьюгу и мороз Мы все-таки предпочитаем водостойкие тени, чтобы не оказаться в неловкой ситуации Заходя в помещение, чтобы наш косметик, ну, наш макияж не потек На обычные дни, да, да, можно использовать обычную тушь Мы говорим сейчас о конкретно вот такой холодной зиме Вот на такую погоду, как сегодня, вот такая водостойкая тушь, думаю, будет просто незаменима в косметичке каждой женщины Я с вами согласна Накрасили мы глазки Очень важный аспект и важный момент Многие девушки предпочитают все-таки делать акцент на губах То есть самый интересный момент, мы переходим к губным помадкам Их, я смотрю, тут просто уйма Да, да, множество существует Вот, но что самое интересное, то что нам необходимо использовать зимой именно кремовые, какие-то жирные помадки, блески Всевозможные бальзамчики, которые помогут нам лишний раз увлажнить наши губы, а не их пересушить Конечно, матовые помады водостойкие Вот, матовые помады, они сейчас просто на пике популярности Только у ленивой женщины нет матовой помады Но вот как им и пользоваться в зимний период? Инночка, есть выход Во-первых, матовые помады, они есть также кремовые текстуры, не только водостойкие, да? Я до вас також доучаюся, потому что, смотрите, захопились вы тем, чтобы собирать косметичку для девчат на зиму Я пропоную сделать еще экспресс, что обязательно должно быть? Обязательно должна быть какая-то кремовая помада с кремовым помадой, да, должна быть Также должен быть блеск, который увлажнит ваши губки И также наш бальзамчик Который подойдет не только женщинам, но и мужчинам Да, вы, кстати, вовремя подошли, вы даже можете попробовать Я не попробую, я просто запах А, запах крутящий, как всегда Запах хорошо, но тот эффект, который он дает, это очень важно Ну что ж, дякуємо вам за то, что сегодня завітали до нашей студии Розповали про косметичку Я же сказал, что она будет величезной На ней можно было бы спускаться с горы в зимку Поэтому я в этом году был уверен, что женщины всегда так Миллион и три дрібнички, которые обязательно нужны Спасибо, Альонечка Нагадаю нашим телеглядачам, что сегодня до студии Нового дня Заветала визажист Альона Озерна Я думаю, это остальная наша встреча И мы еще поговорим про много косметических трендов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова